Совместное завещание. Что же это такое? Возможность составить совместное завещание и наследственный договор появился в России совсем недавно. В чем суть законодательной новеллы? Об этом расскажу я, часто практикующий юрист по недвижимости, Евгений Корсакин. С 1 июня 2019 года вступили в силу поправки в федеральный закон, ссылку на которую я оставлю внизу в описании под этим видео. Этот закон ввел в оборот два совершенно новых понятия для российской правовой реалии. Совместное завещание и наследственный договор. Сначала расскажу о совместном завещании. Что же это такое? Такое завещание необходимо для того, чтобы супругам было проще завещать свое имущество, как общее, так и личное. Документ могут составлять муж и жена вместе. При этом они должны составлять, находясь в официальном браке. Что дает совместное завещание? По совместному завещанию стороны могут 1. Завещать общее имущество другим людям. Любым, на свой взгляд. 2. Определить доли наследников в наследственной массе. 3. Лишить кого-либо из наследников наследства, не поясняя при этом причин. 4. Прописать завещательное распоряжение. Оно позволяет завещателю передать наследникам банковские вклады и депозиты. 5. Когда документ перестает действовать. Совместное завещание может прекратить свое действие, если брак расторгается до смерти кого-либо из супругов. 2. Брак признают действительным или недействительным, например, если один из супругов оказался недееспособным. 3. Один из супругов составляет новое завещание. В последующем случае нотариус обязан уведомить об этом факте второго супруга. Таким образом, каждый из супругов может расторгнуть такое завещание, составив новое отдельное завещание. 4. Когда его можно оспорить. Совместное завещание может быть оспорено. 1. При жизни любыми супругов. 2. После смерти одного или обоих супругов лицом, право которого нарушено этим завещанием. Для того, чтобы оспорить документ, необходимо обратиться в суд с иском о его признании действительным. В чем же нюансы? Плюсы совместного завещания очевидны. Во-первых, оно позволяет распорядиться имуществом супругов через единый документ, а не два отдельных. Во-вторых, его легко отменить. Достаточно составить новое завещание. Но есть и большой минус. После смерти одного из супругов, переживший его супруг, имеет право отменить совместное завещание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok